Орал не был живописным местом никогда. Это очень мелкая лужа, так на самом деле назовем ее. Потому что глубочайшее место в Орале это западная часть, 56 метров всего. То есть если вы проедете насквозь сейчас бывшее дно Орала, если допустим там была бы дорога, вы даже не заметили бы, что вы были на дне моря. Но наиболее живописная часть это западная часть Орала была. Там Чинг-Устюрта, плато Устюрт. Очень высокие такие места, очень живописные. А остальная часть была просто гладь воды и все. Ну конечно биоразнообразие было очень высоким. Вы знаете, что там джунгли настоящие были. На 3-4-5 километров слева и справа от реки. Это непроходимая часть была. И естественно там водилось очень много разных животных. Тигр был тоже, Туранский тигр. В последние 1956 году был застрелен. Можно было бы даже его возродить, если бы мы восстановили Тугайна леса вдоль реки. Да, Орам действительно стал значимым фактором того, что изменяется Крым, по крайней мере в Центральной Азии. Дело в том, что Орам представлял собой темную поверхность воды, которая поглощала солнечные лучи. И вот эта огромная площадь, это минимум 60 тысяч квадратных километров. И представьте себе, что вместо этой темной поверхности образовалось белое зеркало, которое наоборот отражает. То есть изменения настолько радикальные, что не принимать их в расчет невозможно. Обязательно надо учесть, что такое произошло где-то. И в истории такого просто не было. На такой огромной площади, ну разве что Сахара. Но Сахара очень постепенно приходила к нынешнему состоянию. А это произошло в течение 30 лет. И естественно, что я лично считаю, что это так называемый триггер. То есть это спусковой крючок тех изменений, которые сейчас мы наблюдаем. Как в локальном объеме, так и, я думаю, в глобальном масштабе тоже. Потому что нужен был толчок для глобального изменения Крым. И вот он, как принцип домино, вот он случился с Араом. И мы получили вот это. И представляете себе, что раньше, если с поверхности Аральского моря испарялось примерно 100 кубических километров воды, которую приносили Амударя и Саргаря ежегодно, это все испарялось. И преимущественными западными, северными ветрами это выносилось через восходящий поток над пустынными на уровень гор, где эта влага могла спокойно конденсироваться. Потому что если бы ниже они проходили, они бы не смогли достичь вот этих холодных вершин. А там образовались ледники и так далее. И получился замкнутый цикл. Ледники, таяние, реки, испарения и оврага. Этого цикла нет, вместо этого пыли. Естественно, что произошли супер-радикальные изменения, которые обязательно нужно взять в расчет при любых планах на будущее.